Попросите любого человека назвать символ Крыма. И 9 из 10 вспомнят именно эту достопримечательность. Сегодня мы отправляемся к Ласточкиному гнезду. Ласточкино гнездо находится в поселке Гаспро на южном берегу Крыма, недалеко от Ялты. Если вы отдыхаете неподалеку, потратьте несколько часов на посещение этой достопримечательности. Вы не пожалеете. В Крыму практически у каждой скалы есть своя история. Полуостров был населен с незапамятных времен, и красивые легенды передавались от народа к народу. Вокруг Ласточкиного гнезда сложилась своя мифология. Самая красивая история связана с названием скалы. На этом месте любила встречать рассвет богиня утренней зари Аврора. В нее влюбился Посейдон, но Аврора отвергла его чувства. Бог Морей договорился с Эйлоном, повелевающим ветрами, и тот заполнил небо тучами, не пропускающими солнечные лучи. Когда Аврора в следующий раз пришла на скалу встречать рассвет, солнце не показалось. Девушка ждала долгое время, устала и уснула. Посейдон хотел подкрасться и схватить ее, но Аврора была проворнее, ей удалось сбежать. С головы расстроенного Посейдона упала диадема. Магия потеряла свою силу, и вновь взошло солнце. А сейчас немного полезной информации. До замка можно доехать на машине, либо на общественном транспорте, который следует из Ялты. Но самый лучший вариант для знакомства с Ласточкиным гнездом – это путешествие на катере. Ведь основное достоинство замка – его нависающее расположение на отвесной скале Аврора. И это лучше всего видно с моря. Экскурсионные катера отправляются с причала Ялтинской набережной, которая находится под часовней. Только берите билет с возможностью высадки на берег. Тогда можно будет подняться к самому замку. Около замка есть дерево желаний. Туристы, за годовое желание, завязывают на нем ленточку, которую можно приобрести здесь же, на территорию. Также рядом есть Ласточкина почта, откуда можно отправить открытку в любой уголок мира. История замка Ласточкино гнездо начинается в 80-х годах XIX века. Тогда на Аврориной скале построили дом для генерала, принимавшего участие в Крымской войне. К сожалению, больше подробностей об этой исторической личности и самом сооружении нет. Следующий период истории Ласточкиного гнезда в Крыму начинается с передачи деревянного строения Купчихе Рахманиной. Именно она дала имя известнейшей крымской достопримечательности и построила на скале первое подобие дворца, правда деревянного и не отличающегося изысканными архитектурными решениями. Свой современный облик Ласточкино гнездо обрело в 1912 году. К тому времени его владельцем стал богатый нефтепромышленник Штенгель, ценитель крымских красот. Он пожелал, чтобы на живописной скале возвели здания в готическом стиле, напоминающие средневековые дворцы вокруг Рейна. Его задумку воплотил архитектор Шервуд. В 20-е годы из-за землетрясения в скале образовалась трещина, от нее откололся большой кусок. На нем располагался красивейший сад. Сам замок не пострадал, однако опасно надвис над морем. Недолгое время здесь находился читальный зал местного дома отдыха «Жемчужина», но и он был закрыт и с соображением безопасности. Если изучить историю Ласточкиного гнезда и посмотреть изнутри, то станет очевидно, никаких интересных исторических интерьеров тут не сохранилось. Отчасти это вина первых владельцев. По сведениям историков, первый владелец готического замка Штейнгель просто не успел обставить его в соответствии с экстерьером. А последняя дореволюционная владелица оформила интерьер в старорусском стиле, который абсолютно не сочетался с готической архитектурой замка. Потом, в течение многих лет, тут и вовсе был ресторан. Чтобы сделать посещение музея интересным, тут регулярно устраивают выставки. Вход на территорию Ласточкиного гнезда в 2023 году стоит 100 рублей, а для того, чтобы посетить сам замок внутри, отдельно приобретается билет, тоже за 100 рублей. Интересные факты о Ласточкином гнезде – это одно из самых кинематографичных мест Крыма. Здесь снимали около десятка фильмов и сериалов. Самый известный – «Десять негритят», а под скалой с замком есть подводная пещера. Эта небольшая и красивая система гротов могла быть стоянкой древних людей, когда уровень воды был ниже. Серый готический замок с изящными башенками идеально вписывается в крымский пейзаж. Он парит над волнами, и снизу кажется, что его шпили могут дотянуться до облаков. Вот такая интересная прогулка у нас получилась сегодня с тобой. Я не прощаюсь с тобой, а говорю до новых встреч. Пока-пока.